друзья всем привет 24 марта сегодня ездили в москву привезли яичко может привезли коронавирус еще пока не знаю вот значит что здесь у нас big 6 конвертер до хайбрид и коп чешский но это яйцо наше моего может быть тоже заложим так что хотел сказать на сейчас спрашивают и ходит информация что яйцо там подорожало бешеных денег стоит в кемеру нам написали 60 рублей тип того что рассмотреть и значит скажу как есть не то я да как говорится коп подорожал на 5 рублей вот индейка подорожала где-то 20-25 рублей зависимости от кросса что еще по утке не могу сказать утку мы брали еще до подорожания вот по индейке по бролеру такая информация так что в принципе ориентируйтесь на пять рублей плюсом к старой цене вот так если продавец не сильно обнаглевший то где-то так и пользуются опять там спекулируют тем что карантин и так далее границы закрыты все швах яйца не будет конец света мы все умрем вот пока нет значит пока яйцо увозится как товар первой необходимости что там дальше будет поставщик сам не знает соответственно какая цена будет поставщик тоже не знает потому что евро от него не зависит в общем вот такая информация что еще пока заявки на ближайшие значит поставки там недели двух недель не отменяют но как будет никто не знает пока яйцо есть по поводу отсутствие яйцо из чехии значит яйцо из чехии вот она был так перебой небольшой да но как бы карантин не карантин частично идет короче чехия вот она так кстати яичко такое более-менее размером то есть нету гигантских нету мелких такое усредненные скажем что надо то что канада это hybrid конвертер вот они такие мы сейчас с вами взвесим каждое яичко побыстрее получится надеюсь обналила hybrid 98 грамм снова не буду все взвешивать вы приблизительно вот посмотрите они тоже выровненные достаточно это франция францию мы взяли у поставщика первый раз big 6 значит 92 грамма для сравнения хотите наши вот кучиненок средненький кучинет мы фу 60 грамм вот таких примерно и собираемся амирауканчики они наверное будут вытянутые до поменьше чуть-чуть может быть 57 грамм но у нас курочки взрослые все бролерное яйцо бывает разного размера в зависимости от этого она по-разному по числу влезает и в инкубатор тоже 64 а давай какой-нибудь на вид крупная прям ну вот я средняя вот мне кажется вот это крупная давай мелкая самая давай поменьше 61 а вот это мне кажется большой до 69 маленькая круглая неудобная ну бывает всякая 56 но взять я бы не сказала что это какой-то отбор там активно еще что-то очень даже симпатично но приблизительно одинакового размера вот смотрите еще скажем по поводу нашей инкубации скажем или не скажем говори давай я пока яичка штанг поснимаю крупно у нас тут неправильный график поставки яйца был нами сформирован поэтому у нас сейчас такая ситуация что инкубатор надо освободить от муларда после помните вот посмотрите здесь у нас еще внутри крутится вот у нас здесь вот мулард здесь не сушка верху у лотка но это как вы помните это мы экспериментальную закладку заложили чтобы проверить инкубатор но такое скажем первое крещение пробное инкубатор прошел в том плане что мы переложили на вывод не сушку нашу вот блиц и она выводится все нормально там осталось яйцо который я докладывал где-то полтора суток прошло как я положил вот еще несколько яичек вот они остались и сейчас будут глупиться то что было положено раньше все вывелось один затохлик вот есть кучинский вот по миру к нам сложно сказать я не знаю там еще какое яйцо это скорее всего должно еще вывестись то есть в принципе первое крещение боевое прошел вроде бы все нормально по температурным режимом как бы да потому что лупились свои положенные сроки они вот поэтому сейчас нам предстоит яйцо вот это вот муларда переложить в блицы чтобы они там уже до инкубировались у нас тут есть график вывода вот у нас утка 31 декабря получается выводит в декабря вот 31 марта она у нас выводится вот а сюда мы уже а еще не сушка не сушка тоже переедет сейчас в блицы и там уже будет продолжать инкубироваться а сюда мы заложим значит вот индейку индейку мы заложим это вам вот это вот эти чеки они просто как пример вам сюда вот их несколько штук поставили у нас на самом деле индейки почти коробка там чуть-чуть за минусом вот и бройнера у нас мы не хотели в этот раз закладывать роллера но получилось так что китанули нас на части яйца который заказали не забрали и мы заложим прекрасненько и ничего еще у нас получится не пропустим партию бройнера вот и будет еще возможный сюрприз этой партии бройнера у нас возможно будет пока не будем забегать вперед вот что я хотел бы еще то сказать яйцо у нас как стать прогревается да парам это здесь да вот и начал говорить здесь вот несколько ячеек потому что основная масса у нас сейчас наш к на шкафу или на шкафе как правильно точно шкафе на пианино короче кого опять на пианино на рояле короче у нас греется там в жилой части нашего помещения этого в доме и но при температуре 23 градусов в данный момент и поэтому вынесли вот вам показать только здесь тоже тепло стать но здесь не очень тепло скажу не дает 16 градусов на данный момент вот но почему 16 я могу здесь отрегулировать и больше как положено от 18 до инкубационной комнате но вот этот аппарат справляется прекрасно со своими функциями нагрева да то есть температуру держит стабильно поэтому я как бы не нагоняю больше вот близ на выводе ему сильно неважно мы не выводили еще на выводе не использовали этот инкубатор даже не получается у нас в общем график поставок составлен неверно в этом сезоне поэтому приходится вот так вот выдерживаться все в общем мы сейчас заложим вам покажем что по поводу яичка еще момент коде у нас это стопроцентный наш и поставщик постоянный у кого мы берем значит франция яйцо мы взяли первый раз у человека потому что мы взяли всего 20 штучек зачем мы взять 20 штучек когда у нас своих мы взяли чтобы сравнить как они себя покажут по сравнению с конвертером с хайбридом вам же интересно будет посмотреть правда да в общем по поводу индейки у нас есть там небольшие замысла да как еще там нам жизнь себе усложнить если все будет нормально сделаем там еще кое-какой эксперимент с этими с индейкой с этой а беги это говорю у нас их 20 всего до основная масса будет это конвертера и мы оставим и бегов и конвертер чтобы сравнить как они себя будут показывать в полевых условиях скажем так ну на выращивание в нашем хозяйстве но и можно будет сравнить их откровенно говоря по размеру что очень важно говорят же что беги шесть по-моему кроме этого говорят что они побольше но говорят что и кур да я поэтому посмотрим посмотрим да надеюсь у нас все получится чешское яичко кстати да кстати покажи вот датчик на яйцо уже вторая идет у нас вторая стадия инкубации на вторая половина да вот в 38 на яйцо на утке а в инкубаторе 37 4 стоит 35 коробочку покажу сейчас вот такая этикетка на хобов вот такая этикетка на конвертер вот и соответственно у нас на францию нет этикетки потому что мы взяли одну ячейку и того неоплода утиного 8 яиц одно яйцо по-моему сашка бил битое было у него он укладывал и утка сейчас крутится вот 50 одно яйцо насколько понимаю так из копов вот четыре насечки 1 убитая не буду закладывать а 3 насечки если будет место положу из конвертера значит три штуки треснутые но я и заклеила потому что трещина не особо глубокий буду смотреть сюда положила ближе вперед из франции из 20 штук все идеально кстати конвертер 150 в общем вот так пока ну вот наша уточка тут видите докручиваться будет дорогие друзья совсем забыла вам сказать о том что мы продаем инкубационное яйцо своих кур амирауканов их продаем и по 100 рублей у меня все курами рука нанесутся яйца много получается нам самим многовато сейчас я покажу вам результат вывода с этого яйца вот у нас получившийся неоплод от карликового лигорна чему мы были несказанно удивлены в общем практически сто процентов было все неоплод если хотите вам расскажу как можно сотворить такое в сезон со своим петухом а вот сейчас вроде все восстанавливается хотя от этого же петушка общем был стопроцентный оплот и мы выводили партию вот буквально ноябрьское все у нас получилось отлично вот они смотрите мои малюсенькие кучиняточки это кучинские разбрелись все видят так амирауканы вот тут вот они разноцветные черные но тут зеленый свет когда черненькие и серенькие есть два это маленьких цыпленка на желтых это у нас карликовый лигорн все таки вот давай получилось от всех а так посмотреть какие хорошие такие хорошие серьезные вот все них водичка тут уже все 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 дела ну пусть я включу насколько же милые цыплятки всегда это просто чудо какое-то все все закрываем малыши закрываю карандаши как нас вручают отлично вот эти брудеры это бесподобная штукенция хотите я в описании ссылку оставлю на то как мы их делали изготавливали самостоятельно в размер они кстати высовываются отсюда вытаскиваются они не вмонтированы их можно при желании дезинфицировать на улице и керхером там все на свете но я это делаю сейчас зимой просто мою стены все эти дела сетку чищу огнем обрабатываем то есть как бы они нам служат верой и правдой постоянно используются вообще тема диммеры выключатели все дела и есть этот градусник там обычный абсолютно вот такой так сколько у нас еще почти 30 градусов отлично все хорошо под лампой значит будет то что надо но вы видели они комфортненько себя чувствуют разместились мои маленькие так что такие планы у нас сравнить два кросса может быть еще какие-нибудь экспериментики замутим если от коронавируса не помрем вот если у вас есть информация по поводу бегов и конвертеров на данный момент да то есть вот какие-то там особенности наблюдения интересные пишите в комментариях нам будет полезно а так оставайтесь с нами всем спасибо за внимание всем пока сашенька покажи теперь как у нас сигнализация с работой вот она в тряпках замутан двумя слоями спиненого полиэтилена 3 миллиметра но выяснилось что она нам ничего у нас это сигнализация показывает что мамина внимание заканчивается включается сигнализация